За прошедший год в Казахстане стало значительно меньше детских домов. Из 186 осталось 142. Правительством планируется сделать все, чтобы дети нашей республики воспитывались в семьях. Сегодня состоялся тренинг, на котором обсудили методы создания страны без детей-сирот. На сегодняшний день в Грузии нет ни одного детского дома, и наша страна перенимает их опыт с учетом имеющихся у нас проблем. Обычно семьи усыновляют младенцев либо маленьких детей. Мало кто берет под опеку подростков. Еще одним барьером может стать финансовое положение приемных родителей. Допустим, должны быть семьи, вот как вы говорите, здесь их называют приемные семьи, помощь этим семьям, чтобы дети жили там, какую помощь нужно определять государство этим семьям, чтобы дети там жили. Должны быть, у нас есть, когда, допустим, проходили трансформации детских домов, у нас были также малые дома семейного типа на 8 детей и на 10 детей, там, где, допустим, мама и папа живут и смотрят за этими детьми. Поэтому должны быть эти ресурсы, чтобы трансформировать детские дома. У нас везде были социальные работники. Процедура усыновления в Казахстане сегодня упрощена, пакет документов минимизирован. Теперь ребенка могут взять и те родители, которым больше 45 лет. По мнению специалистов, это новшество позволит значительно увеличить процесс усыновления. Для опекунов также предусматривается ежемесячная заработная плата, плюс деньги на проживание ребенка. Разработаны различные программы. Здесь у нас уже предусмотрены две новые формы устройства детей. Это приемная семья и гостевая семья. То есть детей можно будет не сразу сейчас забирать на усыновление, на патронат или на опеку, для того, чтобы ребенок мог привыкнуть к семье, для того, чтобы понять его нужды. В совместимость характеров у нас вводится такой институт гостевой семьи. То есть ребенка можно будет забирать в гости, на выходные, на праздники, в дни каникул. И ребенок, и семья будут адаптироваться друг к другу. То есть этим самым мы предотвращаем возврат детей. Из 186 детских домов в Казахстане осталось 142. Сегодня чуть больше 8 тысяч детей находятся на опеке государства. Постепенно планируется сделать так, чтобы все казахстанцы воспитывались в семьях. Айгирин Бухтаева, Рустам Бараев, Равиль Валеев, 5 канал.